Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги, прошу просить за техническую определенную сбою. И действительно, я на 15 минут превращаюсь в докладчик и хочу представить небольшую обзорную презентацию, посвященную вопросам с утратой антикоагуляции. Почему я, с чем возможным, ее сделаю, потому что... Почему, прошу прощения, почему она не еще ответила? Я отдаю себе действительно отчет в том, что вопрос достаточно дискутируется давно. Ну и действительно, первая работа, когда было говорить о центратной антикоагуляции, это 90-й год прошлого века, когда было приведено сообщение, еще все себя 18 пациентов. Я считаю, что, наверное, для нашей страны такой небольшой доклад нужен, потому что личный опыт общения и первый опыт центратной антикоагуляции – это 17-й год, когда впервые мы получили аппараты, которых, возможно, было использовать именно центратную антикоагуляцию. И поэтому не думаю, что другие мои коллеги имеют больше. И давайте все-таки немножко вспомним, что же это из себя представляет. На самом деле, ключевой момент во всем этом заключается в том, чтобы даже четко понимать механизм центратной антикоагуляции. Что же у нас происходит? У нас имеется кровоток, который содержит в себе ионизирующий кальций. И наша основная задача, скажем так, произвести его нейтрализацию. Потому что, если вы вспомните любые пути коагуляции, то во всех них одним из активаторов является кальций. В результате этого происходит связывание центратной, когда мы подаем центратный раствор. И на выходе мы видим меньшую концентрацию кальций. И это очень важный момент, потому что на самом деле, на самом деле того, чтобы центратная антикоагуляция у вас работала, и приносила вам только пользу, вы должны постоянно мониторировать этот показатель. Потому что если он у вас будет выше, значит, у вас будет недостаточно центраты, и того эффекта, который вы ждете, а именно снижение, скажем так, продолжительности фильтра вы не получите. Если она будет ниже, то высокие риски осложнений, в том числе и геморрагические. При этом надо понимать, куда же девается, в том числе и центрат. Центрат наш с вами частично поступает в кровоток, а частично удаляется инфлюентом. И распределение это составляет 40% кров, 60% удаляется именно этого комплекса. И, исходя из этого, мы с вами, с одной стороны, восполняем концентрацию кальций, чтобы все-таки коагуляция нашего пациента была нормальной. А с другой стороны, мы должны с вами четко понимать, какой мониторинг мы должны применять, что мы должны мониторировать. И, в первую очередь, мы должны мониторировать урюменизированного кальция, для того чтобы подбирать дозу цитраты, которая обеспечит адекватную антикоагуляцию. С другой стороны, мы также должны понимать, что у нас происходит поступление, возврат данного комплекса в организме, и, в результате, возможно, различные метаболические изменения, которые включают в себя как метаболический алкоголоз, так и метаболический ацидоз. При этом мы должны четко понимать, что ацидоз – это гораздо более худшее состояние у этих пациентов, чем алкоголоз, и более часто встречаемый. И, естественно, оно должно проводиться регулярный мониторинг, который осуществляется даже не реже, чем каждые 6 часов. А иногда, может быть, когда вы особенно подбираете дозировку, то должно происходить тысяча части. Итак, давайте подумаем, почему же у нас могут возникать или другие осложнения. Но, в первую очередь, мы говорим о метаболическом алкоголозе, который возникает именно вследствие того, что происходит в метаболизме, частичный метаболизме ионизированного кальция, цитратного комплекса в печени. Как видите, вот, всё достаточно просто. Кальция идёт в кровоту, а цитрат может, но не может, он распадается, и в результате чего образуется ионный бикарбонат. И, действительно, понимая о том, что мы с вами также использовали, напоминаю, всё-таки бикарбонатные буферы, потому что для нас они наиболее физиологичны, для наших с вами пациентов. Цель, в первую очередь, которая коррекция того тяжёлого метаболического алкоголоза, который возникает у больных во время шока. Действительно, такая вероятность существует, и такие работы есть. Но надо прекрасно понимать, я хочу в этой работе обратить внимание на скорость подаваемого замещающего раствора. Как видите, это, скажем так, сверхвысокие дозы. Всё-таки сейчас мы пришли к тому, что доза не должна где-то превышать больше 35 мл на килограмм в час. У нас действительно был период, когда нам казалось, что чем больше мы больному, скажем так, вводим замещающий раствор, тем для него это лучше. Но впоследствии выяснилось, что на самом деле это не так, мы только затрачиваем больше сил. Поэтому считается, что алкалоз – это больше ядрогенной ситуации, когда вы, скажем так, условно говоря, несколько переборщили с замещающим раствором. Гораздо для нас важнее и опаснее для пациента другая ситуация, когда у него возникает метаболический ацидоз в следствии, так называемых, трактной интоксикации. И, как правило, точнее, не как правило, это основная проблема – это когда имеется угроза нарушение метаболизма в печени. И такими меркорами, которые для вас это должно быть, в первую очередь, ацидоз, который вы не очень можете объяснить, какими-то другими причинами этого больного, условно говоря, уже с подобранными адекватными дозами в запрессорах и на тропных препаратах. То есть, когда вы предполагаете, что гемодинамически он относительно стабилен и перфузионное давление достаточно адекватно, когда вы понимаете, что вы не вводили какие-то вещества или нет тяжелой интоксикации чужеродными соединениями либо каких-то других вещей, которые могут приводить к ацидозу. В первую очередь, это тяжелая почечная недостаточность. Тогда вы должны думать на фоне цитратной антикоагуляции и вопроса интоксикации. Второе, это несмотря на, скажем так, попытки вашего что-то скомпенсировать, крайне низкий уровень ионизированного кальция и соотношение общего и ионизированного кальция больше двух с половиной. Когда у вас имеется, условно говоря, два из трех этих признаков, вы начинаете думать о том, что у вас возможно цитратная интоксикация. Почему вы о ней должны думать? Потому что, если вы не своевременно это диагностируете, для пациента все это может закончиться достаточно плачевно. Как вы видите, литальность может достигать 100%. Еще одна работа 2017 года это демонстрирующее. Да, это возникает нечасто. Как видите, всего это было 3%, но, к сожалению, все эти пациенты погибли. И, безусловно, когда мы говорим о цитратной антикоагуляции и цитратной интоксикации, это не рутинная ситуация, это все-таки рутинная ситуация, когда вы предполагаете ту или иную дисфункцию печени. Для этого существуют определенные метаболические предпосылки. Посмотрите, действительно, скажем так, скорость метаболизма цитратно-кальциевого комплекса у пациента с дисфункцией печени она значительно ниже, чем у пациентов, которые мы говорим, что печень не подтверждена какру-либо элементам дисфункции. Но я хочу подчеркнуть, что сам факт, что больного имеется, талиевая дисфункция печени, это, как правило, с чем мы говорим, тут вариант какой-то цирроза печени, потому что, к сожалению, алкоголизация в нашем населении остается достаточно высока, и очень часто эти пациенты поступают к нам и требуют заместителей почечной терапии вследствие того, что иметь какая-то у них интоксикация, сейчас, скажем так, каким-то суррогатами алкоголя совершенно не разнозначен, что ему противопоказано цитратно такому пациенту антикоагуляции, это абсолютно не так, посмотрите, достаточно большая работа, 161 пациента, вы можете сказать, что это ретроспективные исследования, но факт остается фактом, посмотрите, даже при тяжелом поражении печени критерием, скажем так, классификации уровня поражения печени на данном исследовании был уровень общей билирубины, и считалось, что билирубин должен быть более 120 микромоль на литр, но на самом деле даже у больных таких пациентов не так часто мы встречаем поступающих выделений реанимации с такой выраженной желтушкой, даже у этих пациентов далеко не всегда появлялись признаки центратной интоксикации, что для нас достаточно важно, что говорит ровно о том, что это не антикоагуляция центратной, не противопоказание этой категории пациентов, это только стимул для, наверное, более серьезного и качественного мониторинга более часто, наверное, не каждые 6 часов, а, наверное, может быть, особенно в начале каждые 2-3 часа вы должны проводить мониторинг тех или иных соединений. Вот еще одна работа, которая показала уже перспективное наблюдение, что гораздо, скажем так, повышает ценность данного исследования. Всего 3 пациента имели центратную интоксикацию, но только, скажем так, погиб один пациент, двух пациентов. Опять же, возвращаемся к вопросу о мониторинге. Это было своевременно выявлено, проведено коррекция, точнее, снижение дозы центратности, это снижение его метаболизма печенью, и пациенты благополучно, скажем так, пережили это состояние и выписались из стационара. Ну, на самом деле, говоря о цифратной антикоагуляции, безусловно, мы можем поговорить и привести некое сравнение системы антикоагуляции, так, скажем так, первым, наиболее распространенным методом антикоагуляции у наших с вами пациентов, и сравниваем эти методы всегда по нескольким параметрам, потому что первое, на что мы обратили, почему нас заинтересовала региональная цитратная антикоагуляция, это, конечно, продолжительность работы фильтра, это действительно для нас большая проблема, особенно, когда мы стартуем, стартуем у наших пациентов, особенно с терптическим, шоком тяжелым, такого уже сейчас понятия нет, когда это начиналось, оно и было, то есть, состояние, когда мы ожидаем выраженной гиперкоагуляции, и на самом деле, все люди, которые, все специалисты, которые активно занимаются этой проблематикой, вам скажут, что наиболее часто, скажем так, потери, незапланированные потери фильтра и контура, что всегда очень болезненно, как правило, приходится на первые 48 часов, когда наиболее сильно манифестируют процессы, наиболее выражены принципы гиперкоагуляции. И посмотрите, действительно, вот одна из работ, которая показывает нам, это большое рандомизированное исследование, которое следует, скажем так, доявлять, потому что это качественный дизайн, который четко продемонстрировал существенное увеличение работы фильтра у пациентов, в которых используется цитратная антикоагуляция. Для нас с вами это все-таки важно, потому что мы прекрасно понимаем, что помимо еще лечения пациента всегда, когда мы говорим о заместительных методах лечения, встает экономический вопрос, и чем больше мы можем качественно использовать, скажем так, один и тот же контур, это действительно позволяет нам решать эту проблему, потому что, несмотря на то, что много об этом говорим, сказать, что везде и всюду скажем, расходный материал доступен, к сожалению, сказать мы этого не можем. Еще одна работа, тоже демонстрирующая совершенно тот же тезис, тоже большое рандомизированное исследование, которое четко продемонстрировало, что цитратная антикоагуляция, подчеркнет, крайне важно выбрать правильность подбора цитрата, крайне важно при поддержании именно рабочих цифр ионизированного кальция на выходе, позволяет вам существенно увеличить работу фильтра. Это действительно так, и мы должны об этом помнить, что не сам факт включения цитрата, а именно соблюдение методологии. еще один момент, о котором я хотел бы вам крайне важно напомнить, это все-таки фракции фильтрации, потому что иногда мы об этом забываем, иногда мы не обращаем на это внимание, и в результате мы тоже можем при повышении этих цифр привести, ну скажем так, к нарушению когуляционного потенциала нашего пациента в связи с высокой фракции фильтрации действительно может не дать те эффекты, которые мы с вами можем получить, поэтому безусловно этот показатель вы должны всегда мониторировать, так же скажем так, бежать в терапевтической дозе. Кустота развития кровотечения. Второй триггерный момент, который нас всегда заинтересовал при проведении цитратной антиокогуляции, здесь вы тоже видите, что большое исследование, опять же, которое говорило о том, что позволяет продлить работу фильтра, также говорит нам о том, что мы можем ожидать снижения риска кровотечения. Важно это? Безусловно, важно. Как правило, мы сначала об этом говорим у больных с чем-то мозговой травмой, когда мы видим оперативную вмешательность на голову, когда мы первые сутки ждем высокий риск геморрагических осложнений. Но на самом деле надо понимать, что это риск кровотечения возникает и у больных с тяжелой просто сочетанной травмой, потому что это, как правило, может сопровождаться с поражением органов брюшной паранхематозной брюшной полости, развитием той или иной ситуации гиперкоагуляции, тяжелым шоком, приводящих развитие остропочечных недостаточно, да и не забывайте о внепочечных показаниях, которые бесконечно дискутируют, говорят, что они нужны, не нужны. Но все-таки, 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 они, ну, не наверное, они действительно есть. И когда вы пытаетесь то, что активно использовалось в том же ковиде, пытаемся, скажем так, локализовать тот медиаторный гуру, который существует, то действительно это внепочечные показания. Когда вы пытаетесь предотвратить ту органную дисфункцию, которая впоследствии развивается именно даже не больше критического состояния, а именно тех последствий, которые пережил организм, отвечает на эту критическую ситуацию. Таким образом, заканчивая свое выступление, ну, наверное, давайте подведем некий итог. Технологичность мониторинга. Ну, на самом деле, здесь есть свои плюсы и минусы. Я уже сказал, что действительно, если мы говорим о цитратной антикоагуляции, вы должны, скажем так, ну, достаточно внимательно проводить мониторинг, вы должны мониторировать несколько показателей. В первую очередь, универсированный кальций с отношением с общим кальцием, регулярно отслеживать наличие и возможности дефицита или избытка оснований и предпосылки развития ацидола. Что касается системной антикоагуляции, ну, там тоже есть свои минусы, мы должны понимать, что все-таки мы должны смотреть там АЧТВ, да, конечно, иногда предлагается АСИТИ, но это достаточно дорогой метод, поэтому, наверное, АЧТВ, при этом его все-таки надо брать из периферической вены, а не центрального катетера, что самец по себе вызывает проблему. С тяжелым поражением печени, ну, да, региональный цитратный, наверное, там тоже свои плюсы и минусы. Системная антикоагуляция риска кровотечения, региональная антикоагуляция должна проводить в некоторых вероятности развития, в первую очередь, подчеркиваю, цитратная интоксикация. Время работы фильтра однозначно плюсы для цитратной антикоагуляции, также частоты развития кровотечения. Необходимость гемотрансфузии, на самом деле, такой вариант, действительно, это опосредованное, но мы действительно это ниже у больных цитратной антикоагуляции, потому что ниже вероятность развития кровотечения, об этом мы тоже должны помнить, что касается летальности, ну, нет ни одной работы сейчас показавшей, что какой-то из этих методов позволяет нам снизить уровень летальности, в этом они равны. Поэтому, уважаемые коллеги, я бы хотел бы просто не предлагаю вам ни один из методов, как панацея, каждый должен решить для себя сам, из своих возможностей, предпочтений, может быть, знаний, но целью выступления было показать те плюсы, которые вы можете получить, использовать цитратную антикоагуляцию и, скажем так, превратить те проблемы, которые мы часто сталкиваемся при использовании системы антикоагуляции. Благодарю за внимание.